всем привет с вами владимир павлов дежурный по кухне на телеканале еда самая обычная кухня которую можно встретить у вас дома конечно здесь у меня вот такая замечательная доска есть острые ножи также есть ну конечно же есть холодильник есть духовка замечательная плита вытяжка в общем все как у всех ну и конечно по традиции нашей программы полный стол продуктов и сегодня для вас я буду готовить макароны с мясом казалось бы так просто но на самом деле нет я сегодня приготовлю замечательные фрикадельки мясные фрикадельки в таком итальянском томатном соусе и в этом же соусе я сварю макароны также из макарон я приготовлю сегодня салат владимир павлов поварской профессии более 20 лет любит европейскую и паназиатскую кухни всегда и во всем придерживается принципа хорошо делай хорошо будет первым делом я поставлю вариться макароны для своего салата я отварил макароны и макароны у меня сегодня от компании байсад для своего блюда я выбрал перья байсад кстати это один из самых потребляемых видов в мире макарон итальянцы очень любят эту форму пасты макароны байсад изготовлены из твердых сортов пшеницы и прекрасно держит форму они не развариваются я часто использую продукцию байсад и вам рекомендую потому что качество всегда на высоте и теперь конечно же да мне надо поставить варить меня есть горячая вода я уже подготовил воду из чайника наливаю горячую воду посмотреть какой пар идет и то что я вам порекомендую это конечно добавить соль буду надо подсаливать для того чтобы паста была вкусная соль здесь играет очень важную роль соль дает вкус теперь как правильно варить макароны переворачиваем пачку смотрим как правильно варить макароны и варим как написано собственно говоря здесь в инструкции здесь говорится о том чтобы получились вкусные макароны 6-7 минут они должны у нас провести в кипятке пробуем за две минуты до окончания по твердости макарон да и соответственно их снимаем с плиты все очень просто поэтому засыпаю макароны вот так вот для салата не хватит наверное и оставляю на 6-7 минут пускай себе варится макарона я буду заниматься дальше возьмусь за фарш говяжий фарш со свиным фаршем он же домашний да поэтому я отправляю вот сюда его в такую миску и теперь соответственно мне надо этот фарш приправить для того чтобы был вкусный добавляю свежую петрушку я человек простой вижу петрушку добавляю петрушку просто но если вы не любите зелень то конечно можно в принципе зелень не использовать значит свежую петрушку добавлю дальше добавлю прованские травы так достаточно много их добавлю так теперь специи можно добавить паприку немножко подкрасим фарш и конечно же соль добавлю соль добавлю перец всегда старайтесь использовать свежемолотый перец свежемолотый перец конечно дает аромат и вкус поэтому мясо вообще любит свежемолотый перец это неразрывные друзья теперь добавлю пару капель оливкового масла вот так соответственно все это дело надо мне замешать перемешиваю также на самом деле можно добавить еще немножко жидкости для того чтобы фарш был посочнее немножко добавлю еще воды так класс так вот так можно слегка его отбить для того чтобы он был более мягкий более сочный все заготовка готова теперь идем дальше только надо помыть руки итак фарш замешан и в это время уже макароны готовы я сейчас просто их обдам чистой холодной водой для того чтобы мне прекратить процесс варки чтобы макароны у меня не перешли свою отметку в степени аль денте до чтобы они были немножко такие чуть-чуть недоваренные знаете что я хочу сказать о макаронах by sat это прежде всего очень вкусно продукт который создает сама природа в их составе всего два ингредиента мука высшего сорта и вода а получается такой шедевр я знаком с брендом by sat уже давно и знаете они меня еще никогда не подводили выбирая бренд by sat я точно знаю что блюдо будет на высоте теперь мне нужна большая кастрюля кастрюля сковорода ставлю ее на огонь добавляю масло пускай у меня пока масло нагревается я беру репчатый лук нарезаю лук вот так достаточно крупно теперь перец чили да я хочу чтобы у меня соус был такой достаточно пряный да и фрикадельки когда в нем обжаривались макароны тушились в этом соусе чтобы они получили вот эти вот вкусы и ароматы поэтому я позволю себе добавить чили перец обжаривать буду лук и чили перец конечно же какой томатный соус без чеснока так два зубчика чеснока я думаю мне хватит и пока мне обжариваются лук и чеснок что я буду делать смотрите я беру фарш берем вот такую колбаску смачиваем руку и вот так сказать об оторвали кусочек об оторвали кусочек ну и собственно говоря так мы делаем до тех пор пока у нас весь фарш не перекочует вот такие замечательные фрикадельки так и теперь добавляю к овощам вот эти мясные шарики и их обжаривают вместе с овощами и вы посмотрите главное сюда посмотрите сковородку посмотреть они плюс-минус одинаковые получились вот что значит профессионал так ну что теперь посмотрите какой красивый золотистый лук уже становится здесь видите я хочу побольше немного обжарить овощи для того чтобы цвет был приятный красивый и уже только потом я буду добавлять томатную пасту потому что как только я ее положу сюда лук у меня жарится перестанет поэтому здесь надо уделить время овощам чтобы они хорошо поджарились чтобы они были вкусные мясо тоже посмотрите какая корочка на мясе становится уже и сейчас представляете да вот этот говяжий свиной фарш он выпускает сок в этом соке уже начинает вот обжариваются и тушится лук чеснок и так томатная паста но я думаю вот где-то наверное максимум здесь получается 2 столовые ложки больше мне не надо и конечно же теперь надо немножко томатную пасту спассировать чуть-чуть обжарить потому что когда вы обжарите томатную пасту у вас становится ярче цвет и у томатной пасты уходит кислота после того как вы ее обжарить немного добавляю сахара потому что томатная паста мне не очень кислая она такая кисловатая слегка да но в меру поэтому я добавляю немного сахара сахар сейчас будет карамелизоваться вместе с томат пасты она будет жариться еще сильнее цвет у него становится такой смотрите насыщенный теперь томаты в собственном соку я вот таким образом их режу крупно сок томаты добавляю тоже сюда добавляю воды и смотрите какая интересная штука получается я добавил воды благодаря тому что здесь достаточно большое количество овощей большое количество мяса у меня вода автоматически начинает переходить в разряд бульона и в этом бульоне я буду отваривать как раз таки макароны представляете сколько сейчас макароны получит всего вкусного и ароматного если их отварить в такой прекрасной среде поэтому сейчас что я пробую что у меня здесь получается слушайте ну супер на самом деле легкая острота чили вкус томатов вкус овощей сладость небольшая у меня здесь есть не хватает только по мне соли я добавил соль и теперь самое интересное теперь я беру макароны и макароны сырые макароны отправляю прямо сюда накрываю их крышкой и у меня есть буквально 15-20 минут для того чтобы это блюдо приготовилась ну и теперь вот так вот я красиво рассыпаю по всей площади только единство что конечно 450 грамм пачка да я где-то здесь выступал грамм 200 и соответственно после варки у меня эти 200 грамм макарон превратятся где-то плюс-минус полкило полкило готовых макарон естественно макаронам нужно пространство да для того чтобы они разваривались поэтому здесь на самом деле надо смотреть за тем чтобы у вас не было такой плотной консистенции потому что иначе макаронам просто будет не развариться они у вас будут просто сырые да и могут еще вообще пригореть поэтому здесь достаточно жидкости макароны сюда засыпал теперь накрываю крышкой ставлю из 9 где-то наверное пятерку и соответственно 20 минут не трогаю эту кастрюльку жду когда у меня приготовиться макароны и так прошло каких-то минут 78 и теперь посмотрим что же здесь получилось ого посмотрите какая красота вот не обязательно варить макароны отдельно я попробую сейчас может даже 2 слушайте вот разница когда макароны сварил отдельный положил в соус и когда макароны сварились в соусе просто колоссальная макароны просто пропитались настолько соусом что это просто единое целое поэтому я вам рекомендую так попробовать сделать макароны готовы все уже готово для того чтобы я мог смело произнести эти заветные слова ко мне пришли гости как и всегда в принципе по традиции нашей программы сегодня у меня очень интересный гость это телеведущий это актер театра и кино дмитрий мурашев вот он уже я уже чувствую заходит нам в студию дима владимир дима привет привет приветствия дмитрий мурашев актер театра и кино телеведущий моделист свободное время преподает детям актерское мастерство и сам у них учится быть счастливым ты знаешь я сегодня решил приготовить из макарон два блюда первое блюда то у меня тушеные макароны с фрикадельками и моцареллой да кстати еще не положил и второе блюдо мы с тобой вместе доделаем мы с тобой сделаем салат с пастой свежими овощами ты мне это все доверишь я тебе доверю конечно салат из макарон вообще встречал такое салат из пасты салат из макарон да но они обычно попадали ко мне в холодном виде и это было такое своеобразное блюдо не могу сказать что мое самое любимое уверен что у тебя получится хорошо но слушай макароны здесь комнатной температуры и сейчас эти макароны мы с тобой будем приправлять сперва я быстренько смотри что сделал я сперва один шарик все-таки моцарелла смотри положу вот сюда подай мне пожалуйста еще листики шпината пожалуйста давай сейчас я половину листиков шпинат сюда положу свежих вот так отлично и скажи пожалуйста как так получилось что в свои сколько тебе ты не поверишь 40 лет серьезно я вы вижу выгляжу на 18 но не 19 но я тебе честно думаю года 32 наверное 34 максимум что делает пластическая хирургия современная слушай да да и трезвый образ жизни слушай вот на самом деле мы соборовестники я тебя старше буквально на год но мне кажется сейчас наши зрители думают что я старше тебя лет на 10 ты мне в отцы годишься буквально да сейчас в кулинарные отцы совкули на и столько в кулинарные отцы так ладно хорошо значит тогда смотри мы что с тобой дело мы берем с тобой сначала режем авокадо это вот этот фрукт да это вот этот фрукт мне уже резать его или разрезаем у сначала на пополам пополам так не вот так вдоль вдоль так там косточка да ты вот по косточке иди прям вдоль а по косточке и расскажи мне пожалуйста не по косточке пальцы эти да это естественно потому что пальцы в наш рецепт не входят не входит очень жирные калорийные да да совершенно верно скажи пожалуйста как давно ты в профессии профессии я с 2000 года соответственно посчитай-ка 22 года больше чем пол жизни господа это 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 уже не цифра это я не знаю это что-то совершенно удивить это целая жизнь это целая жизнь хорошо значит 22 года ты уже в профессии для расскажи мне про свои регалии за голливудские санта хватит программы а мы так как коротенько прыг-прыг мы кратенько да по верхам по верхам пойдем примерно как я вот сейчас в готовке ложку так она понадобится мне для чистки авокадо для чистки авокадо хорошо как-то будучи в десятом классе я с тетей пошел на прекрасный такой спектакль жаворонок так в молодежный театр на фонтанке так надел на себя черный бадлон черный костюм и таким знаешь казался себе гамлетом очень сильно в то время у нас преподавал густав александрович богуславский мой прекрасный учитель учитель истории у нас был историко-литературный класс очень интересный такой экспериментально это 10 11 класс и к нам приходил в валерий николаевич галендеев так и преподавал мир слова и меня этот мир слова он очень как-то в меня попал так и мне тоже захотелось побыть в мире слова и театры и мы пошли собственно этот спектакль и меня поразил аромат как на твоей кухне меня поразил аромат театра аромат творчества а женские духи запах кулис и все это в каком-то вот в таком замесе как на твоей кухне я так посмотрел на тетю она посмотрела на меня и говорит ты не хочешь попробуй все поняли да и мы все поняли я понял что все димка ты попал и стал готовиться к поступлению в театральную академию да я поступил на курс сергея ивановича паршина и елена игоревна черный за что очень благодарен судьбе и своим мастерам замечательным а какой-то послужной список там фильмы фильм 28 панфиловцев может быть ты видел но я знаю этот фильм да и не смотрел просто я играл бронебонщика конкина который тот самый герой который говорит оказать что не русский вот собственно этот герой это я дмитрий можешь спасибо что позвали отлично отлично вот я на самом деле сегодня первым делом посмотрит фильм когда наступает для актера такой момент когда он из актера театра до переходит в разряд актера кино у спектакля как у цветка да как у блюда как вот у любого листочка у него есть определенная жизнь то есть эта жизнь она в какой-то момент заканчивается так и вырастает ты вырастаешь спектакль хорошо но есть один спектакль потом есть более серьезный друг да так как да но когда уходит тот спектакль ты его уже не можешь почувствовать его нельзя потрогать руками его не запечатлеть а кино это все таки вот даже как наша с тобой программа она останется она останется ее можно будет вот раскопать ее можно будет посмотреть так хорошо этому я всегда плачу по всем тем спектаклям которые ушли было очень много друзья мои слушайте ну очень интересная беседа у нас получается я уже забыл на самом деле что мы на кухне да я вижу мне моцарелла напоминает и обожаю можно кусочек съем да значит пока мы разговаривали с димой что у нас здесь получилось смотрите макароны сюда добавили мы шпинат авокадо лук томаты дима сейчас искусно порвет руками я думаю что моцареллу сюда да я потренировался ну да да моцареллу моцареллу добавляем потом добавим сюда оливковое масло немножко винного уксуса а винный уксус это бальзамика да имеется нет винный уксус это винный уксус он такого красного цвета где-то прячется там наверно за день что я не умею готовить а ты мне доверяешь таки а вот здесь ты посмотри что у нас тем временем фантастика здесь на самом деле моцарелла подтаяла пока мы опять же общались дима я аккуратненько добавил сюда сыр чеддер поэтому эти желтые пятнышки это как раз таки сыр чеддер белые пятнышки это моцарелла на самом деле действительно фантастическая история получается я уже жду сам с нетерпением когда мы попробуем а пока салат я какое-то время преподавал детям актерское мастерство так в двух студиях и думаю что я продолжу эту практику сейчас когда появится чуть чуть побольше времени обязательно вернусь к этой практике потому что дети дают невероятную колоссальную энергию отклик во первых они честны где когда ты что-то пытаешься там им подсунуть под видом какого-то соуса да они сразу говорят нет слушайте дядя это неправда это дядь дим вы что-то там не то или да да вот это здорово и ты всегда проверяешь на детях насколько ты правдив насколько ты можешь быть вообще честен со зрителем и они дают такой тренинг да это конечно продолжение нашей жизни это и по своим детям вижу и по своим ученикам я понял тебя хорошо тогда если говорить про кино какие фильмы тебе близки или например кого бы ты хотел сыграть представляешь какая мечта какая хочется сыграть илью муромца да ты что да или хотя бы на худой конец алешу попович вот так даже но хочется да на коня с мечом у меня всегда знаешь какой был вот вопрос как вы учите тексты вот там же колоссальный объем информации как вы это все вот я тоже много раз думал вот я бы хорошо на рассмотрелся но как можно выучить например вот эти вот ладно там в кино это дубли там идут там можно что переписать еще что но театр например ты вы вышел я какая-то роль главное еще что ты стоишь там ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла как это можно все запомнить слушай у меня был потрясающий случай в театре в бдт с алисой брюновной френдлих это был спектакль война и мир так и я ввелся в спектакль на роль пьера безухова как ты думаешь за какое время не знаю сколько там ну сколько обычно вообще подготовка идет ну сколько подготовка вот позвонили сказали что вот ну давай месяц ладно четыре часа четыре часа пьер без ухов современная технология это просто я немножечко за забегаю вперед у меня было ухо и у меня был свой аватар естественно роман я как истинный петербуржец я читал все четыре тома честно прочитал мало что помню но и мне поставили этого аватара где моя с тобой ты просто идешь за моим текстом и дело в том что пьер безухов приезжает из европы он приезжает из европы в россию он немножечко уже под забыл что такое русская речь и он не очень понимает что происходит вокруг так это было абсолютно мое состояние в спектакле я пришел в декорацию она достаточно условная такая наклоненная сцена белые лица то есть то ли люди то ли карт то ли знаешь такие оттенки прошлого то есть какие-то черно-белые фотографии и я среди этих людей весь спектакль пытался сориентироваться идя за своим аватаром и роль получилось когда репетируется спектакль когда репетируется какая-то история ты прежде всего должен понять а про что эта роль да не как ее сыграть не как сказать из эти слова про что эта роль вот я выйду на сцену там дима муж вот что я хочу зрителю сказать дальше ты можешь своими словами сыграть весь спектакль просто своими словами а так можно да можно своими словами а только на тебя легло то чувство то мысль ты ее присвоил ты понимаешь что она в зрителя попадает она попадает режиссер она попадает в партнера так уже можно потихоньку подучивать слова автора потому что автор все-таки не дурак дорогие наши телезрители значит мы сейчас димы здесь болтали болтали и наболтали салат здесь есть паста макароны есть моцарелла есть шпинат есть авокадо красный лук томаты черри я добавил немножко базилика я добавил немножко соли перца оливкового масла красного винного уксуса и кедровых орешков получился вот такой надеюсь вкусный салат вообще судя по ингредиентам которые здесь в одной тарелке сала должен быть вкусно салата мы закончили и теперь горячая как пахнет фантастически но ведь мы это съедим потом но мы это не потом сидим это сейчас сидим ой фантастика поэтому давай тогда положим друг другу вот такую хорошо у меня дети говорят это называется длинный сыр длина вот так тянется до из бутерброда это длинный сыр ребят смотрите какая красота получается может быть есть прямо оттуда прямо оттуда да можно за так на самом деле вот это по-мужски знаешь по холостяцки вот так нет а я бы даже я бы даже по-другому назвал это значит такое стопроцентное домашнее блюдо не приготовила всю семью поставил и всех посадил вокруг да да и каждый себе там кладет или берет отсюда прям получается вот такая вот история так первое готово держи благодобря украшай кстати если хочешь покреативить как-нибудь можешь украсить вот есть петрушка есть базилик петрушка у меня это зовут шпинат как хочешь пожалуйста так хорошо скажи мне чем кормят во время съемок это называется кинокорм друзья мои и вообще стоит ли много есть актеру то что насколько я знаю сам по себе что когда ты начинаешь процессе съемок много есть так начинаешь быстро хотеть спать ты когда поешь во время смены будь то съемка передачи либо телевизионного фильма наступает сытые безразличия а я не могу есть тот момент когда я веду например программу я когда снимаюсь но стараюсь все-таки этот момент оттянуть как можно дальше с это безразличие сытые безразличия да слушай но тогда надеюсь что нас с тобой не захватит это сытая безразличность мы с тобой сейчас попробуем тобой сейчас вдохновение вот это волна да да поэтому я приглашаю тебя со стол да вот так все быстро получилось спасибо так то что дима до голодные глаза так сказать актера ты видишь видишь творца понимаешь вижу надеюсь что сейчас они станут сытыми поэтому я предлагаю тебе попробовать то что я это что мы с тобой вместе приготовили начнем еще с салата с горячего я бы с горяченького начал ну давай так фантастика потрясающе у меня так получится приготовить да или не с первого раза иногда сам себе удивляюсь слушай у тебя получится приготовить конечно ты посмотри на программу записи да и я думаю что раз 15 все запишу скажи мне как тебе что ты чувствуешь я чувствую пряный вкус остроту очень очень плотное такое блюдо мне кажется это мужская кухня вообще макароны с мясом придумали же моряки макароны по-флотски это были сухие макароны сухое мясо все это потом варилась ну ты знаешь да да вот это абсолютно мужское блюдо мне кажется но мне и в принципе девушкам должно понравиться потому что она пикантная она острая она задевает миллиарды рецепторов которые существуют в нашем организме но такая значит и до запоминающиеся яркая абсолютная до дима давайте попробуем с тобой салат с удовольствием салат я домой с собой заберите заверните меня с собой пожалуйста салат более легкий очень отдает значит таким вот винным каким-то но видом можно из макарон делать салат это фантастика ты какой-то волшебник совершенно но все здесь волшебники на телеканале еда ну что дорогие друзья слушайте очень интересная такая творческая познавательная беседа лично я слушал в захлеб как и дима ел захлеб вот эти замечательные блюда из макарон поэтому дорогие друзья у меня в гостях был дмитрий мурашев телеведущий актер театра и кино поэтому мы с ним вместе всю эту историю доготовили с вами был владимир павлов который дежурил по кухне на телеканале еда до новых встреч и пока пока спасибо а мы идем дальше мы идем дальше